Вы слушаете Радио Болткома Утро на Болткоме Так, ну что же, мы продолжаем утро на Болткоме Александр Шунин, Абик Элкин в студии Снова здравствуйте Новый гость у нас Карина Бернан Партнер и руководитель компании Аверброкеридж Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Связь установлена, прекрасно и видно и слышно Хочется поговорить о рынке недвижимости О последних тенденциях, об изменениях В предыдущий раз, когда мы общались Мы обсуждали, как коронавирус влияет на сделки На их количество На те предложения, которые есть И прозвучало, что предпочитали латвийцы Выезжать из городов и селиться где-то в пригородах На частных территориях Чтобы можно было, учитывая эпидемиологические ограничения Выйти погулять Сейчас новая беда Сейчас наверняка на рынке недвижимости Отражается ситуация с войной на Украине И прежде всего беженцы, которых нужно где-то селить И квартиры, которые сдаются Карина, расскажите, пожалуйста, о нынешней ситуации на рынке недвижимости Да, но сейчас, Саша, получается так, что самый активный сегмент по сделкам с недвижимостью Это как раз сегмент аренды Но если мы возьмем статистику, что к нам приехало зарегистрированных 11 тысяч жителей Украины В объеме это можно сравнить с микрорайоном Балдырая, где 12 тысяч Или с мешцинцем, где чуть больше Ну, представляете, объем, да? У нас уже 20 сейчас приближается, по последним данным Беженцев, тысяч, да? Да, 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 но это уже, ну, как бы, еще больше Да, вот, представляете, объем вот этих людей Но, обращая внимание на структуру арендного рынка Мы видим, что пропала часть квартир дешевого сегмента Да, но они еще до сих пор есть И это можно, наверное, ответ на это в том, что Большинство из них, приезжих, да, они все-таки имели какую-то связь изначально с Латвией У них здесь либо родственники, либо друзья Большинство из них, ну, какая-то часть, да, то есть живут там Кто-то снял квартиры недорогие, порядка 200 В принципе, все поиски были 200, 400, 500 евро максимум, да, плюс коммунальные Леш, я извиняюсь, у меня прямой эфир, и вы мне мешаете Леша, я очень извиняюсь, у меня тут параллельно собрание происходит Да-да-да, призываем к порядку, Алексей Да-да-да, ну, возвращаемся, максимум 500 евро плюс коммунальные Вот этот сегмент, он весь снят Вот нет, в принципе, еще предложения на рынке есть Да, если мы посмотрим предложение самоуправлений, да, где, допустим, было заключено договоров На обеспечение 4 тысяч места жительств для беженцев То мы видим, что, опять же, вот те же гостиницы, которые предоставляли места жительств Они не заполнены на 100% В основном, если, ну, я обзванивала гостиницы большие, да, сети, Моготель, Исландхотель То количество загрузки у них примерно 70%, то есть там еще есть какое-то, да, какое-то место, где можно разместить людей Касательно рынка аренды Пока очень трудно говорить что-то, потому что действительно, ну, даже беря во внимание международную практику Мы видим, что сперва, когда беженцы приезжают, они ищут временное жилье И, как правило, это временное жилье, которое обеспечивают самоуправление, да И только по истечению какого-то срока, когда им в этом жилье становится некомфортно, в гостиницах, да, или в каких-то общежитиях Они начинают думать в долгосрочный период Но пока вот государство обеспечивает вот эти 90 дней, да, и люди пользуются этой возможностью Поэтому пока на рынке недвижимости мы острого спроса не видим, вот острого, да И цена, я не могу сказать, что она как-то выросла Скорее можно характеризовать, что цена стабильная, с такой небольшой тенденцией роста Знаете, это похоже на ситуацию, когда к нам вот студенты в Ригу приезжают в августе Вот это краткосрочное колебание рынка, да, что будет дальше, мы будем видеть дальше Потому что есть многие из них уже задают себе вопрос о том, что они понимают, что так быстро Они, возможно, есть вероятность, что они не смогут вернуться, потому что инфраструктура их городов Разрушена, да, понятно, да Работы нет, да, да, ясно, да И они начинают думать в долгую, да, то есть уже начинают искать Но конкретно мы увидим, о чем-то можем конкретно поговорить через два месяца Когда мы увидим, что будет происходить Потому что мы, опять же, не понимаем Вот те большие гостиницы, которые сейчас готовы принимать за оплату 20 евро в сутки Будут ли они готовы в дальнейшем это делать Или им выгоднее будет все-таки принимать туристов и получать больше Сколько тогда у нас будет таких мест? Сколько к нам еще приедет беженцев? Какой, что будет дальше? Сейчас мы видим, что вот буквально пару дней назад Европа выделила еще 4 миллиарда евро тем странам, которые будут принимать беженцев Сколько мы получим? Как мы их будем распределять? Да, то есть еще непонятно Я все-таки хочу задать чьюточку шире вопрос Чтобы наши радиослушатели представляли вообще о рынке жилья Точнее, рынке арендного жилья Потому что не только у беженцев, но и у жителей Латвии Иногда создается такое, может быть, превратное впечатление Поскольку если они открывают портал объявлений Не будем его называть Но есть у нас самый такой крупный портал объявлений Не будучи профессионалами на рынке жилья Они начинают смотреть Многие знакомые с этим сталкивались и говорят Слушайте, посмотрите, как у нас много предложений Кажется им на первый взгляд Но когда начинаешь разбираться То выясняется, что там две тенденции Или это очень дорогое жилье арендное Чаще всего это новостройки Я даже не беру там тихий центр, где вообще цены фантастические Чаще всего это новостройки И это один сегмент И второй это так называемые сдачи на долгосрок Если человек там звонит Даже житель Латвии, не знаю, у него банально в квартире ремонт И он говорит, вы знаете, ну мне нужно на 3-4 месяца Пока там делается ремонт, переселиться То зачастую или ему предлагают цены Ну очень дорогие От которых он чаще всего отказывается Или ему говорят, вы знаете, ну мы сдаем минимум на год Ну минимум на год Вот это, наверное, с этим столкнутся те же беженцы Когда если они из тех районов, куда они не смогут вернуться Минимум полгода, а то и год Им надо будет что-то искать на рынке жилья Вот как бы вы это прокомментировали Не дойдет ли дело до того, что государство должно будет проводить Такую, если можно сказать, интервенцию То есть фактически снимать на свободном рынке жилья На вторичном Вот это жилье для беженцев И они столкнутся с той же проблемой Потому что у нас не так много свободных Под сдачу, простите, литовок и хрущевок Но вряд ли они будут в тихом центре Снимать за 1500 евро Да, однозначно Смотрите, на самом деле самоуправление уже понимает Что они иссякают Что наплыв беженцев может быть такое Что они не смогут справиться с данными ресурсами И они начинают делать ценовые опросы частного сектора То есть они уже готовятся Они хотят понимать, сколько частный сектор может предложить И за какие деньги он это может предложить Если мы откроем наш портал известный И посмотрим, какое количество предложений Арендных квартир в Риге От 200 до 600 евро То это будет 630 предложений Многие из них будут, наверное, повторяться Потому что один агент выложил, второй агент выложил Но в чистом виде мы будем брать 500 предложений Это мало Это очень мало То есть мы не можем обеспечить Окей, мы не знаем, сколько людей У нас нет статистики, опять же Сколько домохозяйств приезжает У нас есть количество зарегистрированных людей Которые зарегистрировались Но мы не знаем, сколько из них домохозяйств Многие приезжают по 4-5 человек Это одно домохозяйство Одна жилплощадь могла бы быть Но мы не знаем этого Вот, да, до этого момента, конечно, рынок развивался В двух направлениях Рынок краткосрочной аренды Да, один-два дня неделя И рынок долгосрочной аренды Это год минимум В основном украинцы ищут 3-6 месяцев И тут, в принципе, разделяются собственники Кто-то хочет, наоборот, помочь И готов сдать И даже сдать только за коммунальные Кто-то перестраивает свои коммерческие помещения И отдает их за коммунальными, чтобы оказать помощь Кто-то все-таки смотрит с точки зрения бизнеса И хочет сдать только на год Что касается ценовой политики Учитывая, что цены выросли на все Наверняка это как-то отразилось И на стоимости аренды жилья Каков этот рост? Это 20%, это 30% По сравнению с прошлым годом? Саша, ты знаешь Нет, пока нельзя сказать, что цены выросли Вот, как я говорила Пока мы видим, что цены стабилизировались Да, но ты упомянула тенденцию к росту, тем не менее И как это может быть, что растет стоимость всего, кроме аренды? Она прям зафиксирована, она прям застывшая Она, смотри, даже если мы будем брать какие-то мировые практики Да, даже самый большой наплыв беженцев В принципе, менял рынок аренды Ну, в ценовой политике там на 10-15-20% это максимум Это самые большие наплывы беженцев Нет, я сейчас имел в виду, по сравнению с прошлым годом, до беженцев Вообще, в целом, на фоне общего роста цен на все Если смотреть, то, в принципе, это 10-15% не больше Хорошо, и тогда вторая часть вопроса, которая уже касается беженцев Ну, в принципе, ты уже ответила, что 10-15% будут изменения Я хотел увязать рост цен аренды на платежеспособность беженцев Потому что, ну, будем откровенны, не у всех есть возможность сохранить работу или бизнес Соответственно, откуда брать деньги И как-то это могло бы отразиться как раз-таки на снижении арендной платы Знаешь, учитывая то, что предложений недостаточно Это не может, как бы арендная плата не может пойти вниз Если бы у нас был развитый рынок недвижимости Развитая масштабная система социальная по поддержке иммигрантов, беженцев Мы могли бы говорить о чем-то другом На данный момент, на данном этапе наш рынок аренды как таковой, он не раз И мы надеемся, что вот эти поправки, которые были внесены в закон об аренде 1 мая прошлого года Он даст стремительный толчок к развитию этого рынка Потому что вот мы недавно видели, что эстонский фонд купил сразу 5 многоквартирных домов Под доходный дом Банава Там сделка была на 9 миллионов Банава, то что строят в Красно-Кварталс У них было запланировано 6 домов Пятый дом они пускают исключительно под аренду То есть они не будут его продавать больше под квартиры Это их новая модель бизнеса А ГИД строит вместе со страховщиками тербота с нами На тербота с доходный дом На стырнул 40 они строят доходный дом То есть уже пошла какая-то динамика Потому что да, у нас до этого рынок аренды был очень неразвитым Как вообще могла сложиться такая ситуация, что постоянно что-то строится, 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 а снять нечего? Ну вот эта ситуация, Александр, и есть Из-за того, что у нас арендных предложений качественных нет Которые соответствовали бы цена-качество Как только появляется какое-то предложение в новостройке за объективную рыночную цену Оно улетает в тот же день И это есть обоснование тому, что у нас люди больше стремятся в последнее время покупать Кредитная процентная ставка ниже Снять нечего Поэтому если мы смотрим какие-то развитые страны, Германия То как раз таки показателем того активности арендного рынка и доступности жилья Является показатель развитой экономики К чему мы сейчас идем Если мы чуть-чуть посмотрим шире Я понимаю, что, может быть, это вопрос не столько вот такой экономический И сколько вопрос, может быть, даже политический Но ведь сложилась абсурдная ситуация Да, вот сейчас, 2022 год Выяснилось через 30 лет Что у нас нет ни нормального рынка арендного жилья Ни доходные дома Помните, так из истории В первой республике были целый ряд доходных дом Социальное жилье вроде бы строилось в свое время В начале 2000-х Но тоже в ограниченном количестве И получается так Что вот приехало Ну, хорошо даже зарегистрировано 11 тысяч с копейками беженцев И мы уже кричим Караул, караул А что такое 11 тысяч для страны, которая, не знаю, полупустая Да, у нас, как мы знаем По состоянию на 90-й год было 2 миллиона 300 тысяч Сейчас у нас осталось хорошо, если миллион 700 И мы кричим 11 тысяч приехало Ужас, ужас Рига, Венспилс, Юрмала больше не могут принять Крещат, пошлан Да, сейчас будем искать, где там кого поселить Две семьи в Цесисе Там, не знаю, две семьи в Ливанах Там, три семьи в Лимбаже и так далее Но это же какой-то абсур Да, видите, наша все-таки страна никогда не затачивала себя под прием беженцев Как таковая То есть мы для беженцев были никогда не интересными в целом Потому что, ну, как правило, есть три основных, наверное, момента По которым беженцы выбирают место, куда им ехать Первое – это близость к точке военных действий Допустим, вот Польша и Молдовы сейчас взяли на себя вот этот груз Второе – это социальная поддержка беженцам В этом плане Германия, Швеция, да, такие страны Третье – это иммиграционная политика Есть в урбанистике такое понятие, как город-убежище, да, где гарантируют беженцам защиту Вот эти все три направления, они у нас, в принципе, абсолютно были неразвитые И, как правило, такой поток беженцев, хотя он у нас небольшой Является достаточно, ну, таким сильным стимулом для того, чтобы эта сфера начала развиваться Для того, чтобы начало происходить масштабное строительство таких вот социальных домов Где можно было бы размещать этих людей Ну, предпосылки, безусловно, есть Но соответствует ли экономическая составляющая этому развитию? Учитывая, опять же, рост цен, в том числе на строительные материалы Сейчас, наверное, в принципе, какие-то проекты скорее заморозятся Да, какие-то проекты, скорее всего, заморозятся Все будет зависеть от того, какие средства будут выделяться В поддержку для вот этих действий Ну, например, вы упомянули 4 миллиарда из общеевропейского бюджета Да, вот видишь, Саша, пока картина такая неясная Сколько мы этих денег получим и куда они будут направлены Потому что, возможно, наше правительство думает, что и мы тоже Что это очень краткосрочный период, который основная масса людей вернется обратно Да, пока мы не знаем, что кабинет министров, что он предпримет Для того, чтобы... что будет Потому что они сами пока не понимают, что будет Это правда Я надеюсь, я ответила, да? Да, да, я ответила Наверное, ясного видения нет Интересно будет посмотреть на это через пару месяцев Когда мы увидим, когда пройдут вот эти 90 дней Когда мы будем понимать более точно Хорошо, а что касается общего строительства жилого сектора Какие тенденции есть? И действительно, ценообразование, новые цены Как влияют на вот эти новые проекты? Они будут появляться или все тоже рынок на паузе? Я бы сказала, что рынок на какой-то оптимистичной паузе Потому что, видишь, у нас до этого был ковид Когда опять был тот же самый сценарий И мы какой-то барьер страха преодолели И уже так сильно больше не боимся То есть ковид даже снял с нас какую-то часть страха И мы смотрим на эту ситуацию более оптимистично Независимо от того, какая инфляция Потому что все ищут какие-то альтернативные материалы Как можно построить Допустим, из дерева Надо смотреть законодательные регулировки В Латвии разрешено строить из дерева Только шестиэтажные дома В Швеции двенадцатиэтажные, допустим, конструкции стоят Посмотрим, как это все будет развиваться Пока трудно давать какие-то комментарии То же самое в рынке строительства В сделках по покупкам Мы увидим что-то ясное через два месяца Потому что мы не видим пока Зарегистрированное количество сделок чистых С момента, когда началась война И что касается резерваций Учитывая то, что в новом жилом секторе Количество оставшихся квартир Такое маленькое Что застройщики, конечно, позволили себе Поднять цены Учитывая то, что им еще и достроить это все надо Но несмотря на это Резервации есть У банков вернулось количество заявок На декабрьский уровень Но мы пока не знаем, как будут рассмотрены эти заявки Будет ли присужден кредит Возможно, банки будут просить более большой первый взнос Особенно, что касается серийного жилья То есть все это мы увидим через два месяца Увидим и оценим эти изменения через два и три месяца А сейчас, как ты это элегантно назвала Оптимистическая пауза Карина Бернан, партнер и руководитель Аверброкеридж Была с нами на связи Огромное спасибо, хорошего дня Утро на балконе Мы тогда с Абиком потихонечку завершаем И радиосустелем хорошего дня Нельзя не отметить новость Которая пришла во время нашего эфира Все, как мы с Абиком и говорили Так оно и происходит Мэр Риги Мартин Штакес объявил, что памятник в Пардаугове был признан Адзист парная дрошу, что называется на алтырском языке Значит, небезопасен Поэтому его ограничат со всех сторон Что же, продолжаем следить за новостями Именно для этого и существует радиобалком и портал Микс Ньюс ЛВ Вслед за нами, разумеется, добро пожаловаться Потом диагноз недели Оставайтесь на нашей волне И всего вам доброго, хорошего дня